Привет, дорогие друзья! Недавно DICE выкатили тестовый клиент игры Battlefield 4 для решения технических проблем с неткодом, и многие народные умельцы в файлах клиента нашли модельки стволов, которая появится в новом дополнении. Также вчера были найдены все задания для открытия оружия и характеристики этого оружия. Сегодня я решил коротко рассказать про все новинки. В дополнении Dragon Tiff нас ожидает револьвер, пистолет, ПДВ, штурмовая винтовка и снайперская винтовка. Два ствола были уже замечены в ранних частях серии игр Battlefield. Начнем с новенького револьвера. Unica 6 Magnum очередной итальянский револьвер, который сделан по схеме, когда ствол находится напротив нижней кромки барабана. По характеристикам он будет практически дублировать SV40. Различия только в темпе стрельбы. Он ниже и составляет 210 выстрелов в минуту. И в перезарядке. Она стала быстрее на 0,02 секунды. Для открытия вам потребуется выполнить задание «Большой всплеск». Цель задания – открыть шлюзы на карте из дополнения Dragon Tiff и убить 5 человек, находясь в воде. Теперь переходим к самому желанному стволу. Тонны комментариев в течение 8 лет. И наконец-то он появился. Desert Eagle. Настоящая оружейная легенда теперь есть в основной ветке игр Battlefield. Раньше он был доступен только игрокам Battlefield Play for Free. В дополнение будет представлена версия, которая стреляет патроном 44-го калибра. По характеристикам это будет некая смесь 19-11, SV40 и Magnum. От 19-11 мы получили магазин на 8 патронов. SV40 подарил нам темп стрельбы в 220 выстрелов в минуту. А от Magnum мы получили урон. Перезарядка будет самая долгая в классе пистолетов. Полная займет у вас 3,2 секунды. Тактическая – 2,75 секунды. Отдача будет схожа с револьверной. Для открытия этой легенды вам потребуется открыть Unique U6 и сделать с ее помощью 20 выстрелов в голову. Класс ПДВ в этом дополнении нам представит Швейцария с ее компанией SIG. MPX – это совершенно новая платформа, которая приходит на замену знаменитого HK MP5. В игре будет представлена модель, которая использует патрон 40-го калибра Smith & Wesson. Тот, что использует Keapo Reno, то есть SV40. Данный ПДВ будет аналогом SR-2 вереск, но у него будет ниже темп стрельбы – 850 выстрелов в минуту, 25 патронов в магазине и более высокий урон. Он выше на 1 единицу. К сожалению, я пока не вижу смысла в появлении данного ПДВ. С вереском сложно бороться. Для открытия MPX вам потребуется получить 2 нашивки завладения ПДВ, создать 10 новых цепей в новом режиме звенья и выполнить 10 приказов отряда. Теперь переходим к возможной имбе этого дополнения. Бульдог 7.62 – это ствол, который уже был в серии игр Battlefield, а именно в дополнение к Battlefield Bad Company 2 – Вьетнам. Бульдог – на самом деле переделанная винтовка М14, из которой сделали буллпап. Бульдог будет тяжелой штурмовой винтовкой, но в отличие от Скара она будет обладать высоким темпом стрельбы в 700 выстрелов в минуту и будет иметь более низкий разброс при стрельбе от бедра. Из минусов можно уже отметить долгую перезарядку, хотя для буллпапов это простительно. Для открытия этого монстра вам потребуется выполнить задания Львы, Тигры и Медведи. Цель задания – убить 10 суппортов, инженеров и разведчиков, играя за штурмовика. Также в игре появился новый заменитель М40 – бесшумная снайперская винтовка Макмиллан КС-5. Будет обладать высоким темпом стрельбы в 63 выстрела в минуту, огромным магазином на 10 патронов и приемлемой перезарядкой. Урон схож будет с М40 и Дженг-90, что только пока непонятно с дистанции нанесения минимального и максимального урона, потому что эта винтовка возможно будет со встроенным глушителем. Для открытия этого болта вам потребуется получить 2 нашивки за владение снайперскими винтовками, сделать 20 спот-ассистов и 10 раз ваши дружи по отряду должны респануться на вашем маяке. Кроме оружия, в дополнении появится новое снаряжение для бойцов поддержки. Это будет баллистический щит. У щита защита на 150 хп. После нанесения урона в 100 хп он начнет пропускать некоторые пули крупного калибра. Обзорное стекло можно будет пробить, что сделает убийство владельца такого щита более легким. Также щит можно использовать как оружие ближнего боя. Щит будет наносить ударом 120 единиц урона. Пока что сложно судить о фиктивности данного гаджета, но как говорится поживем увидим. Для открытия щита вам потребуется совершить 5 спасительных убийств, помочь 20 раз с подавлением и уничтожить 3 единицы взрывчатки. Ну вот и все дорогие друзья. Дайсонам раскрыли практически все тайны будущего дополнения, но осталась одна загадка. Это дата выхода. Ждем новой информации. Но думаю на этом все. Спасибо что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте. Пишите в комментариях что же вы думаете о новых видах вооружения. И увидимся на поле боя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok